Мне, конечно, очень жаль, что вот сейчас, если достигнуты мирные соглашения, то хунта, военные преступники, не понесут наказания. Они, безусловно, не важно, останется ли Новороссия в качестве автономии со своей армией на Украине, или это будет отдельное государство, но все равно остается та часть Украины, где прозомбированное население никогда, ну не никогда, на ближайшие десятилетия не будет нашим другом. И Запад будет их накачивать со страшной силой и использовать в качестве плацдарма против России. Это просто подарок для НАТО, потому что они получили значительно более русофобский режим, чем, так сказать, Польша. И вот у нас была такая пресс-конференция, которую Делягин устраивал по поводу, возможен ли новый февральский переворот в России как реакция на украинский кризис. И я там процитировал одного эсэсовского офицера, я сейчас по цитату не воспроизведу, но она очень обидная для украинцев. Я первую часть не буду произносить, потому что, ну, украинцы все-таки это малороссы, то есть русские люди. А вот во второй части он пишет, что украинцы это лучший кандидат на борьбу с Красной Армией, потому что это тоже славяне, и их не жалко, вдобавка всему. Поэтому Крым и Новороссия это два выигранных очка, в общем-то, проигранной партии за Украину. И партию эта проиграла наша олигархия еще в 90-е годы, ну и по инерции в нулевые, потому что она действовала. Это чисто классовый проигрыш, потому что олигархи пытались договориться со своими братьями по классу. А американцы, вроде бы тоже буржуины, они работали по всем социальных группам. В результате мы получили, даже в Киеве, где 90% говорит по-русски, мы получили абсолютно антирусскую, галичанскую интеллигенцию.